Нью-Йоркская пресса этот случай называет во многом беспрецедентным. Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подает гражданский иск против братьев Ванштейна, Харви и Боба и в целом против их компании. Генеральный прокурор утверждает, что они неоднократно нарушали законы штата Нью-Йорк, в частности тем, что не защищали своих сотрудников от сексуальных домогательств и дискриминации по гендерному признаку. Расследование прокурор и его команда вели на протяжении четырех месяцев. Факты, которые содержатся в тексте иска, по-настоящему шокирующие по информации прокурора у Ванштейна, было несколько специальных групп сотрудников. Одна из них занималась тем, что подбирала женщин для Ванштейна, другая, в которую входили женщины-менеджеры, подбирала работу для тех, кто уступал домогательствам бизнесмена. Ванштейн торговался с актрисами, обещая им продвижение в карьере в обмен на секс. И об этом также говорится в иске. И, судя по всему, это лишь верхушка айсберга. Мы проводим расследование в компании Вайнштейн более четырех месяцев. И наше расследование в подтверждении поданного ходатайства раскрыло повсеместную картину сексуальных домогательств, запугивания, дискриминации и злоупотреблений в компании Вайнштейн. Самое важное в нашем расследовании заключается в том, что это расследование по поводу самой компании Вайнштейна. Потому что, когда речь заходит о сексуальном домогательстве, дискриминации и злоупотреблениях, помимо частного лица, виновного в совершении преступления, корпорация или организация также несут за это ответственность. Особенно, если руководство или правление знали о том, что происходит. Компания Вайнштейна пыталась заключать с сотрудниками соглашение о неразглашении, покрывая эти факты. Компания Вайнштейна Отдельно в иске отмечается роль Боба Вайнштейна, который был полностью в курсе происходящего, но и не думал положить этому конец. Не собирался ничего предпринимать по этому поводу. Очень важно отметить, что и правление, и руководство компаний имеют юридические обязательства противодействовать неправомерному поведению подобного типа. Тем не менее, руководство компании в этом случае, включая генерального директора и отдел кадров, никогда не проводило ни одного официального расследования по любым жалобам на дискриминацию, притеснение или злоупотребление. А этих жалоб было много. Против Харви Вайнштейна внутри компании, как теперь уже известно, было подано множество жалоб, но ни по одной из них не было проведено должного расследования. Это в ходе пресс-конференции неоднократно подчеркивал прокурор. Вместо этого Харви Вайнштейн тратил собственные деньги на выплаты жертвам в обмен на юридически обязывающий договор о нераскрытии информации. Иск, поданный генпрокурором Нью-Йорка, может иметь самые серьезные последствия для компании, которую готовят к продаже после скандала и ухода из фирмы ее основателя Харви Вайнштейна. Иск был подан за несколько дней до официальной продажи этой компании за полмиллиарда долларов. Когда сделка состоится, прокурор пообещал и тогда держать ситуацию в компании под своим надзором.